Добро пожаловать на шестой этап Формулы 1 на Грам-при Монако. Собственно, самая унылая немного гонка в календаре Формулы 1, но в игре у нас она веселая. Ну и да, вот, начало, собственно, этапа на программе по износу шин выезжает из пистопа Феттель, и я чуть в него же не убрался. Но по итогу на том же кругу и сделал, по-принципе, программу по износу шин. Ну и, в принципе, все, как обычно, выполнялось довольно просто и отлично. Даже квалификационный темп удалось поставить с первого уже круга довольно хорошим результатом. То есть мне проще аж третью позицию в квалификации, а Монако это очень квалификационно зависимая трасса, поскольку трасса крайне необгонная. Из-за этого надо вот как можно выше забраться на квалификации. Собственно, тактика на квалификации у меня была следующая. Надо было во втором сегменте пройти в третий на медиуме, поскольку я не хотел стартовать на софте и потом тошнить где-то большую часть трассы на харде. Ну, на харде по-любому поехал бы, но все-таки не хотелось бы. В первом сегменте мне повышал Норрис на первом моем кругу. Он решил оттормозиться и пропустить меня именно в повороте, который проходит за более-менее на скорости. По итогу я потерял там 2-3 сотки, выехал еще раз на софте, поскольку я мог себе это позволить. И без проблем поставил хорошее время. В втором сегменте мне удалось пройти в третий, ну а в третьем более-менее я неплохо квалифицировался на седьмую позицию. Можно было чуть выше, но я решил то, что одной попытки хватит. Ну и, собственно, какие ожидания на гонку. Самое главное, как обычно, не просрать старт, что я умею. И по последним заездам эта тенденция продолжается и все ухудшается даже. Собственно, из-за этого надо постараться хотя бы не просрать старт. Стратегия будет в один пидстоп, у ботов же она будет в два пидстопа, что довольно удивительно. Ну и, в принципе, во время гонки я заметил то, что шины здесь изнашиваются даже чуть быстрее, чем в 18-й формуле. И из-за этого стратегия софт с переходом на хард не выглядит жизнеспособной без апгрейдов на износоустойчивость шин. Да, не износоустойчивость, а износ шин. Ну и ладно. Собственно, Монако также у нас самый короткий трек в календаре Фон Монаддин. Ну и самый медленный, соответственно, поскольку здесь нет таких прям больших прямых. И негде, по сути, разогнаться. Только одна зона ДРС. Напоминаю, на старт финишной прямой. Ладно, старт в шутках у нас выглядит следующим образом. Себастьян Федель на первом месте. На втором у нас Шарльклер. Третий Пьер Гасли. Четвертый Льюис Комиттон. Пятый я. Шестой Даниил Риккардо. Седьмой Кевин Магнусон. Восьмой Ландо Норрис. Девятый Деван Баттлер. И десятку замыкает нас Роман Грожан. Ферстаппин и Боттлас решили взять штрафы. И, соответственно, да, мы, может быть, увидим их какой-либо прорыв. Но они будут стартовать на софте. И, соответственно, у них точно будет два пидстопа. Конечно, я изначально даже думал то, что игра мне предложит на стратегию в один пидстоп. Но когда я увидел вот это, когда у меня был медиум. То есть, соответственно, у ботов тоже будет медиум. И они тоже придут на два пидстопа. У всех будет стратегия в два пидстопа, кроме меня. И за счет этого я понимал то, что выиграть этот этап может быть спокойно. Без каких-либо напрягов. И просто не делать никаких грубых ошибок. Не ломать себе передние эти крыла где-нибудь. Ну и да, также самое главное, чтобы лидеры тоже себе там не повредили передние эти крылья. Когда они там идут на втором месте. То есть, грубо говоря, чтобы лидер не отъезжал просто от всего пелотона. Из-за того, что кто-то задерживает всех впереди с полным ломать крылом. Ну и гас он красный огней. Я опять же проигрываю старт. Меня приезжает Рикьярда. Пытаюсь от слева обойти Норрис. Но не успевать, слава богу. Я еще так вот, по сути, режу первый поворот. Но остаюсь на своей шестой позиции. Хотя да, был на пятом, но ладно. Рикьярда мы еще успеем где-нибудь попытаться обойти. Старт с ТВ-камерой. Вот втроем мы почти входили в первый поворот с Норрисом и Магнусоном. Но мне повезло, что я смог все-таки удержать свою позицию по отношению к ним. Норрис также прошел еще и Магнусона. И, собственно, да, старт позади, уже точнее середине пелотона. Втроем входили Ферстаппен, Перес и Грожан. Конечно же, Перес вырывается вперед напрямую за счет двигателя. Но Ферстаппен уже в повороте спокойно обходит Переса по внутренней траектории. Позади также у нас бок о бок шли четыре болида. Это у нас Альфа-Ромео, Торороса и два Велимса. Причем шли они так, весь первый сектор, когда в то время уже все болиды в основном выстрелились в ряд. И да, мы подходим к одному из замечательного места на первом круге. Это Шпилька, где, собственно, у нас происходит небольшой, как обычно, затор. Все замедляются очень сильно. Я вот так же еще был видно, как прошел Рикердо прям по внутренней траектории. В самом медленном повороте календаря Формулы-1. Собственно, как это было от моей камеры. Потому что очень сильно боты замедлились. Я решил, что, ну, как обычно, по внутренней дистанции я смогу его пройти. В принципе, прохожу и выхожу на пятую свою позицию. Впереди меня был Хэмилтон, у которого было повреждено переднее антикрыло. И также еще впереди был Гасли, у которого тоже было повреждено переднее антикрыло. Феттель в этот момент уже улетел просто в стратосферу от нас. И нам надо было его как-то догонять. Поэтому надо было атаковать, собственно, в предыдущую пару. В виде Леклера и Гасли. Гасли сворачивает на пидстоп. Леклер уже, я прохожу, по сути, по такой негоночной особой траектории неожиданной. Но, в принципе, был готов к тому, что рано или поздно они пойдут на пидстоп. И, соответственно, Гасли затормозит Леклера. И это мне даст шанс его пройти. Потом, через какое-то время, Феттель после своего пидстопа начал ко мне постепенно уже подъезжать. По итогу подъехал, но наша борьба закончилась вот на этом моменте. Я ему очень сильно закрыл траекторию, но он мог сильнее оттормозиться и по итогу не ломать себе переднее антикрыло слева. Потом, через какое-то время, я догнал уже предыдущую группу. Точнее, уже спустя свой пидстоп и половину, большая часть даже дистанции, я догнал эту троицу. И мы начали постепенно проходить болиды на пидстопе. И в один момент мы еще прошли Феттель, это было в прошлом эпизоде. Я этого даже не заметил, я думал то, что окей, второе место за мной будет хотя бы. Потому что Феттель будет ехать до финиша. Я, в принципе, даже не думал то, что у него есть повреждения, из-за которых он задерживается на пидстопе. Так как и я задержался, по сути, на пидстопе, из-за того, что я поломал все в начале гонки слегка переднее антикрыло. Когда боролся, как раз, с Лекьярда в первом повороте. По итогу, Феттель где-то в середине пелотона. Позади меня есть Ботас, за ним едет Лекьяр, довольно быстро меня догоняют. Но это последний круг, когда я сейчас успел еще сломать переднее антикрыло. Еще успел задеть отбойник в предпоследнем повороте. Но это мне не помешало выиграть первое гран-при в 2019 году. Собственно, Монако, в принципе, этим и славится. То, что здесь можно выиграть, по сути, на любом валиде. Самое главное, это тактика и квалификация. Ну, даже бывает так, что и без квалификации можно пройти на очень хорошую позицию. В 18-й формуле подобных моментов было немало у меня. Но также, в основном, на Монако натворился различный трэш. Вспомнить, опять же, 18-й год за Вильямс в первом сезоне, когда у нас произошла авария с Кимми, когда он пытался мне пройти на подъеме. Но по итогу задел меня, и меня понесло. Просто я полностью разложил свой валид. Также и Кимми там пострадал очень сильно. Ну, и это очень сильно изменило исход того гран-при. Собственно, советую посмотреть часть карьеры. Может быть, кому-то она будет даже интересная. Собственно, первая позиция за мной, вторая за Ботасом, и третья за Леклером. Но, по идее, должно было быть наоборот. По идее, должно было быть первая за Фетталем, вторая за мной, и третья уже за Ботасом. Но, если бы, да, если я ему не закрыл так уж сильно траекторию, и он бы не сломал переднее антикрыло. Но, все-таки, это гоночный инцидент, по большей части. И всякое у нас бывает. Ну, и да, плюс. Выход из туннеля, это не самый лучший момент для атаки, вот именно в первом тайм-повороте, в этакой шикане замедляющей. Потому, что, все-таки, он 90-градусный. И, если я езжу по гоночной траектории, ты можешь спокойно заблокировать тех, кто будет по внутренней траектории пытаться как-то повернуть. Не пойми, как даже. Лучший круг у нас поставил Ботас, опять же, поэтому лишний очко он получает. И мой напарник приходит только на 15-м месте. Собственно, был там в один момент по карте видно то, что он застрял позади, причем, лидеров, там, позади Рэдбула, Феррари и Мерседеса. Ну, и да, Ботас, кстати, смог неплохо даже прорваться с 15-й позиции на вторую. Притом, у него стратегия была тоже в 3 пидстопа, но там было 2 софта и 1 мидиум. И довольно интересно, почему игра предлагает именно стратегию именно в 2 пидстопа на Гран-при Монако. Мне вообще просто непонятно, если на этом Гран-при можно спокойно ехать на стратегии в 1 пидстоп. Это вот софт-мидиум. То есть в мидиум у меня под конец был расход, ну, может, на процентов 30-40, не более. Мидиум уже был у меня расходов на процентов 50 уже, ближе к пидстопу. И, в принципе, это жизнеспособная стратегия. В 18-м, конечно, да, было можно намного больше ехать на том же ультра-софте, который, по сути, должен быть тут мидиумом. Там чуть ли не все расстояние гонки я мог проехать. И только вот уже даже ближе к концу, конечно, чувствовалось то, что шины сдают, но можно было ехать дальше. По поводу апгрейдов я беру уже, наконец-то, первое обновление на износоустойчивость. Поскольку уже надо брать будет новый двигатель, новый турбо и новый элемент гибридной установки. Там один из них вроде MGU-K или H. Я вот точно не помню. Соответственно, да, надо это будет тоже сейчас скачать. И в отделе аэродинамики берем последние мелкие обновления на, собственно, аэродинамику спереди и сзади. На этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи. Пока-пока.